Преображение. Господь берет, тут евангелист Матфей, откресливает это, это, мол, усял Иезус Петра, Яблуба, Яна. Иисус сам берет нас на отбор, хочет нас сам завести, показать, как это все будет происходить, как это преображение проявится. И что делают апостолы, которые увидели Христа преображенного? Упали на землю и верно сполохлись. Нет еще большего свидетельства. Это свидетельство того, что они распознали бодство, бодство Иисуса. И было это показано. Когда ты из такой ситуации встречаешь в жизни, кажется, ну как он не сломался, как он не прогнулся под этот мир, откуда у него еще силы жить, улыбаться, откуда его сердце живет. Откуда он смотрит такими глазами, то ты тоже так вот падаешь, нынче покажешь. Это у людей невозможно. Это Бог. Это он сказал, это Бог его таким сделал. Вот как, например, признаюсь вам, услышал одно свидетельство о житии в Гомеле. Конечно, каждый свидетельство это субъективно, говорит этот человек. Да, был я в Гомеле пару месяцев. И увидел здесь людей, которые грустные. На улице ходят и грустят. А ведь они бывают новые руки. Идут. Как физически они здоровые. По крайней мере, они идут. В то же время мы знаем, что есть люди, которые прикованы к постели. Но при мире и греха из Христа. И даже они знают, что они уже никогда не вылечатся. Они не молятся о таком черте, чтобы Господь дал им вот в один момент какое-то неизвестно какое исцеление физическое. Молятся о том же, чтобы душа постоянно, не дай Боже, не стало камнем. Вот и на месте мы бьемся в грудь, чтобы тыкно разбить этот камень, который был. И почему у этих людей есть жизнь в глазах, которые нет уже физической жизни. А те, которые все впереди, которые все могут. Они дыхают. Почему так есть? Может, они просто не встретили еще проражение Господа. Они еще просто думают, что Бог это тот, кто исполняет какие-то чудеса, мистика какая-то, эзотерика. Вот это то, что такое вот, ой, прихожу, поставлюсь, лечу, и будет мне здорово, и будет все. Все проблемы пришлось так, как я, вы знаете. Дорогие, мы сегодня вместе с Абрамом выходим. Крайней мере, наше присутствие на Евхаристии этому свидетельствует. Мы сегодня выходим из нашего привычного взгляда на жизнь и согласны с Богом идти той дорогой, которую Он нас хочет провести. Иисус взял с Собою. Мы говорим, возьми нас с Собой, Собой, возьми, покажи нам это просто. Дай нам изменения лица, дай нам преображения, дай нам почувствовать, что не только мои силы, и что мои силы вообще ничего не значат. Я хочу все, что у меня есть, обратить на Тебя, чтобы Ты это осветил, чтобы Ты этому дал свою босс, боссскую силу, чтобы с этим Ты меня преобразил. Что же такое благодать? Человек не может так до конца своей умой, даже своими словами, своей философией понять, дойти до того, что такое благодать. Ну, мы рассмотрели русский проект, благодать. Бог дает человеку для блага, на благо. Вспомним себе, если держа, смотри, ты приходишь перед Богом и говоришь ему, Боже, вот я нуждаюсь в то, то и то. Да, да, конкретная молитва очень нужна, но временем ты так и приходишь и думаешь, я уже молюсь сколько лет, и как бы я не слышу, чтобы Ты исполнял мою просьбу, Боже, что мне еще есть делать? Может быть, еще не пришло время, потому что мы знаем, что благодать дает благо, Бог дает благо. Может быть, просто не готов еще принять в это время, теперь, и ты молишься о том, что тебе вообще не придет. Посмотрите, вот, сегодня мы присутствуем на нашей Евхаристии, и один сидит и думает, да, ну вот, закончится сухая Евхаристия, и я пойду и буду ворваться. Прошу тебя, Боже, чтобы без работы сигнализации, и чтобы хозяин забыл закрыть, дверь не замкнула. Ну, второй сидит и рассуждает, Господи, ну вот я не могу закрыть дверь, не закрыть дверь, хорошо ли я спрятал свои деньги в доме? Господи, дай, чтобы туда не порвались ворваться. Вопрос в смысле? Господи, о старинке. А Богу, то кого слышать из них? Посмотрите, какой добрый Бог, что по-нашему так и не слушает наших молитв, надо сказать. Вот таких наших и туристических молитв, которые возносятся из сердца не сокрушенного, а сердца полного горды и несекретного. Благодать Бог дает благо. Мы только присваны просить Бога увидеться, Его дарим. Это был первый день. Во второй день, в день покаяния, мы рассуждали таким образом Бога Ветхого Завета. Дорогие, сейчас не слышим. Бог Ветхого Завета – это Бог жестокий, Бог наказывающий, Бог, который призывает даже к вести. Но ведь это поверхностный взгляд. На самом деле, Бог Ветхого Завета. Где-то глубоко находятся эти истины, которые были подготовлены для человека того времени, на то время, чем только так воспринимал Можем на сердце Божьей Бога. Что делать тогда? Да, слушать Бога. И не просто так, как в конце стоит это последнее высказывание. И вышел обратно, и экземпляр на пау. А то слышал Божий тыс. Бог не сказал ему конкретно, что ты идешь вот тебе, как-то географически, придешь туда, будет так и так, такие и такие ситуации тебя встретят. И как-то человек все знает, уже выходит, потому что ему все грозит, у него уже есть билет. И даже обратно, если что-то пойдет не так, у него есть на все это, как бы, разумом предусмотренный ответ. Ничего нет, обратно. Мне всегда нет. Тут вот рассуждаю, рассуждаю, а вот подожду я летом, чтобы выйти. Подожду я еще чуть-чуть. Нет, Господи, последний знак, нужен мне знак, и тогда поеду из своей змеи. Идет сразу. Вышел обратно, я задавал ему папу. То есть, человек, который входит в глубокие отношения с Богом, он верит, что слова, которые Господь вращал к нему, эти слова его приведут к такой радости, которую никто не может дать, кроме самого Бога. И условия тоже опасны, но нет. Условия, часто ставят Бога условия, да, я знал, покажу все, да, вот эти проявления. Они очень опасны, условия, потому что ты так привязываешься к каким-то моментам, тобою самим придуманным, что это тебя забирает, крадет радость жизни. И ты просто существуешь, не живешь, не живешь. Братья и сестры, мы в третий день наших духовных упражнений рассуждали над теми Бога, который дает, не ожидая ничего взамен, и дает не за заслуги. Да, представляете, не за заслуги. Человек привык в жизни зарабатывать внимание, с детских лет мы плакали, чтобы обратить на себя внимание, потом мы хотели как-то, как мы говорим, рискнуть Богом, показаться, проявить себя, высказаться. И считали, что вот я тогда заслужу уважение, да, среди людей так это действует, но Бог избраннее, которое Бог делает для Израиля. Он говорит, что не из-за чистой истифанили, не из-за их заслуг, не из-за того, что ты там лучше всех, просто из-за того, что я тебе люблю. Христианство призывало к тому, чтобы сразу полюбить Бога, конечно, но не себя, а потом, как себя решили. Не люблю себя, не люблю себя. Забыли этот голос отца в бездом. Кем ты себя сам называешь? Ты себя часто называешь тем, чем тебя сделали люди, они видели, как наспевали, как наспевали, как твои гены, как твои дьяны, а потом ты замокал, потом ты так думал о себе, что-то на самом деле я такой. А он перестал слышать голос отца, который говорит, ты, сын мой, излюбленный. И сегодня, как бы финал нашей реколекции, Господь дает ему слово о преображении. Преображение ласка, благодать имеет такой дар, дар преображения. И скажет себе, ну, как, конечно, мы же все понимаем в христианстве, ведь надо же работать над собой, сражаться со своими славостями, быть таким вот человеком-подвижником. Вы знаете, дорогие братья и сестры, христианство, с одной стороны, до героев, до героев так, и делает из нас героев, но не сам ты себя делаешь. И если ты настроен, и этот пост пережит, что вот я сам себя такого сделаю перед Богом, такого, о, посмотри, Боже, я готов принять уже твое слово, я готов быть таким, каким ты хочешь, чтобы я был. Не, не сам себя человек делает, не сам себя делает героем, но героем, это делает Бог, дает такую благодать, чтобы человек из своего, своей вот жизненной ситуации стал тем, кто преобразился. Что такое преобразился? Не значит, что ты сможешь вокруг себя изменить то, что тебе не подвластно. Особенно, он говорит, он так часто хотелось изменить один другого, не подвластно. Такой пример женщины, в которой живут с мужем, страдающей от харизмы. Она говорит, ой, как мне с ним жить, алкоголик забрал в меня уже годы моей жизни, не любит меня, и я потерялась с ним всю свою молодость. Он крадет у меня радость существованию. А с другой стороны, можно сказать, Господи, в моем сердце нет места на любовь для него, и я переживаю новую любовь. Ты смотришь еще на него с надеждой, что у него есть еще шанс стать человеком. Даже он, скажем, откружился вот в дна жизни, а я уже в нём не верю. А ты в нём веришь, Господи, а я не верю. Дай мне силы любить. Да, может, мудрой любовью, которая готова даже отпустить, позволить ему упасть на самое дно, но которая готова ждать и видеть, видеть в минуту надежду, как увидит Бога. Ну, дорогие братья и сёстры, какая же самая ситуация. Одна и та же, но с разной стороны. С разной стороны, смотри, вот это и есть преображение. Мы говорим другого упражнения. Вот смотри, ты сегодня слышишь слова Христа. А я говорю вам, люби врагов ваших, молитесь о преследующих тебя. Может быть, еще раз сегодня эти слова для тебя только слова. Они еще не стали жизнью, не воплотились. Или же слышишь, возьми свой крест и иди за мной, отрекися до сего. И опять же, остаются только слова. Но в том упражнении многого человека все слова, посвященные в Писании, пропустить через себя и более того, в жизни с виском. Что же такое упражнение? Пост, молитв и милосты. Да, церковь учит нас, что великий пост – это особенное время, когда мы говорим о посте, о молитве и о милосте. Но ведь не заканчивается же жизнь христианства, как великий на сном. Она идет дальше. И дальше даже не было признанным упражняться в том, чтобы стать Богу ближе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok